Здравствуйте, друзья! Друзья, приветствую любителей газотурбинной тяги, надо все-таки выполнять обещание. Это было очень трудно и через многое пришлось пройти. Ну вот он уже, вот он на стенде и мы его сегодня будем запускать. Устрашающе все это выглядит как-то. Газ подаём, включаем вот это, растут. Загорелось? Да. Заго clarify. Загорелось бешочки. Просто потрясающе, так легко запускается. Аккумулятор один всего было бы два, уже сто процентов запустили бы в режим, а так страшновато. Ребята, сейчас все доделываем и делаем полноценный запуск. По-моему, все вот так вот. Процедура запуска очень простая. Открываем газ, он нам нужен для того, чтобы хоть как-то что-то поджечь в камере сгорания. Это стартовое топливо. Потом раскручиваем ротор немножко, подаем искру. Если ротор не раскрутить и подать искру, может быть небольшой локальный взрыв. Он ничего не разрывает, просто смесь очень быстро сгорает. И пугает очень сильно. Подаем стартером. Ждем, когда наступает такой характерный гул с камеры сгорания. Это говорит о том, что газ поджегся. Даем его на всю. Стартером раскручиваем на всю и подключаем топливные насосы, которые подают керосин. Даем жидкого, так сказать. Топливные насосы я уже показывал. Вместе с масляным насосом работают. И всё подается. Масло в подшипники и пары трения. Топливо в камеру сгорания. Всё начинает работать. Крутим стартером до тех пор, пока движок не выйдет в самоподдерживающийся режим. Это нужно прочувствовать, понять. Потом можно стартер отключить и добавлять только лишь топливом обороты. Так что процедура запуска здесь просто мега простая. Простая, как пять копеек. Всё, ребят, всё. Ох и двигатель получился. На давление есть. Давление было, но он уже реально в какой-то полурежим вышел. Ты заснял? Да. Туда? Прям туда? Не туда? Не туда, но заснял. Что там говоришь? Надо включать. Я так понял. Я так понял. ПОНЕЦ Продолжение следует... Как легко запускается,да? Отлично все. Круто было? Да. Это второй раз уже, второй запуск. Уже из опыта, уже понимает, как запускать. Вот он выглядит. Смотри, какой долгий. Моща страшная. Самый главный шок от того, что он еще какой-то мега экономичный. Но он хоть работал несколько секунд, больше страшно давать пока что. Но за эти секунды он чуть-чуть успевает съесть. Не больше, чем какой-нибудь модельный реактивный двигатель. Я знаю, о чем я говорю. Кушает он очень мало. Но работает так и сатана. Прежде чем приступать к каким-то более серьезным испытаниям, уже на какую-то долговременность, на более длительный режим работы, хочется показать вам, ребята, пару кадров, освежить в памяти для тех, кто следил за проектом. Ну а для тех, кто не видел, чтобы представляли, что вообще творилось внутри двигателя. Как только он ко мне приехал, я, конечно, скис капитально. Потому что, обратите внимание, какое состояние внутри компрессора было очень-очень много грязи. Пришлось вымывать все это дело керхером. Ну и, соответственно, я понял, что у двигателя была непростая жизнь. Обратите внимание, как проржавленные агрегаты. Гайки ржавые. Ну и, соответственно, все внутри. Кое-какие элементы даже выгнившие. Это свободная турбина. Это первый агрегат, который я снял. И обнаружил между ним и двигателем кучу окислов, песка и грязи. Непонятно, как оно туда попало, потому что оно было, в принципе, там все герметично. Основная форсунка, она тоже частично сгнила. Повезло, что внутри оказались целые элементы, которые каленые, с маленькими отверстиями. Мне не пришлось их заново изготавливать. Лишь корпус я подредактировал, и все нормально вроде бы, как сейчас распыляется. Даже после мойки находил вот такие артефакты в виде комков земли. После того, как расколол двигатель на две части, открылась тоже необнадеживающая картина. Подшипники все были заклинившие, ржавые. Куча окислов вокруг шестеренок. А вот здесь вообще-то должно быть масло. И вообще непонятно, из-за чего оно так окислилось и как туда попала грязь. Компрессор уже более-менее очищенный. Решил показать, как он выглядит. В общем такая конструкция у него. Ну и обратите внимание, были и такие места с абсолютно проржавевшим кольцом, которое должно уплотнять воздух. И в общем-то благодаря ему создается давление. И получается какой-никакой кпд у двигателя. Теперь, когда мы поняли, что двигатель у нас неплохо запускается, хотелось бы его протестировать посерьезнее. Но чтобы тестировать серьезно, нужно измерять все параметры, чтобы не превзойти по оборотам, чтобы ничего нигде не разорвало раньше времени. Потому что ребята, все больше и больше хочется помечтать его куда-то поставить. Вы видели, как он стартует. Это же сказка просто. Поэтому обвесил его датчиками всевозможными. Самое важное, это понимать обороты свободной турбины. Потому что даже на малом газу они могут превзойти все возможные пределы. И турбину может просто разорвать. Именно поэтому здесь установлен вот такой датчик в виде винта, закрашенного с одной стороны. И мы можем лазерным тахометром измерять обороты. Здесь редуктор 1 к 4. Свободная турбина должна вращаться не более 24000 оборотов. Соответственно на этом валу не более 6000 должно быть. Вот это мы и будем измерять и умножать на 4. Чтобы понимать именно вот турбина, сколько крутится. Далее еще один важный показатель. Это обороты собственно самого двигателя. Основного ротора. Газогенератора. Здесь есть место, на котором стоял датчик оборотов, который я успешно выкинул. Он был весь ржавый и поставил вот такой диск с прорезью. Опять же можно измерять обороты этого диска лазерным тахометром. Здесь степень редукции 1 к 18. И чтобы понимать обороты, надо будет умножить цифру на 18. Обороты малого газа 24000 оборотов у него. Ну а максималка 45000. Ну и заодно опять же мы посмотрим на давление. Красная шкала показывает давление в атмосферах. Я не думаю, что мы особо много здесь превзойдем, потому что не сверх мощный насос используется. Плунжерный я пока не использую, потому что еще не выработал весь ресурс этих насосов. Мы еще на максимум ничего не давали даже этим насосом. А надо бы дать и посмотреть на долговременную работу движка. Как он себя поведет, если, допустим, сжечь все 5 литров керосина, которые заряжены в банку. Ну что ж, выкатываем, ребята. Не будем сильно затягивать и стартуем. Это самый волнительный момент запуска. Потому что страшно его надолго отпускать в свободное плавание. Очень страшно. Как он себя поведет, непонятно. Никто не знает. О, загорелось. А ну давай. Давай крути, нажимай. Потухло? Нет? Ага. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Не выключали газ? Газ? Ну а как его выключишь? Продолжение следует... Продолжение следует... Адреналин какой-то... Она вырубилась... Она села что-ли. Она ничего не засняла еще. Ребята, тут ничего страшного нет. Это стекло просто защитное. Я надеюсь, там все нормально. Но вот этой штукой вылетел подшипник из двигателя и пошел какой-то лютый резонанс. А что же там было вообще? Эту заклинило штуку опять. Мы не успокаиваемся никогда. Сейчас прокачаем маслеце. Что-то не в порядке здесь, по-моему. Что за звуки? Что-то где-то трет явно. Попробуем заменить. Я его подорвал уже. Много стекол всяких разных. Надо продуть. Я думаю, все нормально. Берем новое колечко. Вот как хорошо, когда есть защита. Защита спасает. У меня их тут два оказывается. Свободная турбина по-прежнему не работает. Надо размасывать ее обратно. Проверачивать ее, а то так неудобно. Ребята, осталось еще раз попробовать. Все,кина не будет, похоже, больше. Все от меня зависящее я сделал. Ребята, кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Будем разбирать его, смотреть, что там внутри. На этом все с этим видео. Всем пока, до новых встреч. Что же с тобой произошло-то, дорогой?